а сегодня мы с амиром отправляемся в бишкек снимать travel blog расскажем вам про достопримечательности дорогу из алматы попытаемся показать людей цены сколько мы потратим за все путешествие постараемся сделать его бюджетным до максимально бюджетным чтобы людям из казахстана было понятно в целом сколько уходит на дорогу на самом деле да многие в алматы не знают что можно так легко до бишкека доехать быстро легко вот и прикольно провести там время самое прикольное что я за свои 28 лет впервые в кыргызстане интересную не будем терять время поехали началось наше путешествие из алматы в бишкек время 8 20 утра до бишкека осталось 200 километров мы в принципе только выехали вот и надеюсь что там будем уже к 12 часам покажем сколько в принципе время и времени ехать и какой будет путь через границу мы пообщаемся с вами очень половина дороги мы примерно проехали и вот тут вот плохая дорога начинается даришь тека участь ремонт дорогу достроена лечо на заман говорит раньше здесь не было такого походу значит специально асфальт убрали чтобы постелить нормальный новый сейчас альфа рабби строится пипец конечно пробки нереально мы сейчас уже вот подъезжаем границы осталось 15 километров буквально мы выйдем с машины вот мир поедет соло деле что мы вам отец заправлялись вот и я заправился за и забыл заплатить и уехал они нашли мой номер через гаишников а точнее номер мамы написали что я не заплатил таки часто я не пропустили вот и теперь я переживаю за то что меня могут пропустить пацаны еще пешком дальше пойдут сами это страйвал блок продолжим без тебя а мы прикол ни у кого из нас нет денег ни у кого нету вот купюры наличные мы вот это поняли мы вот живем в казахстане и так все поменялось на что наличка не нужна у нас и мы едем сейчас другую страну и мы поняли блин а она же ты же деньги оказывается оказывается не очень есть вот да оказывается не риском виде да я понимаю что я наличку реально ощущают только за границы да сейчас . станет а мы приехали в хор да и это получается граница с кыргызстаном вот сейчас посмотрим сколько у нас зайдет пройти границу время 10 часов 45 минут самый прикол мы сейчас доехали до границы с кыргызстаном и у нас каст они уже вот продают напиток шоуру знаменитый качаловкины петова сюда на и здесь стоит 110 тенге маленький стаканчик 110 тенге 100 тенге стоит красота самым полотой максим это чаши такого максы его название а шара но вот это напиток чего вот это квас напиток а это максима тоже какой-то другой а там внутри кукурузы и чмей прикольно мы мы наверное попробуем в кыргызстане да где в мире можно сделать себе карточку вот таком банкомате я такого не встречал сколько путешествую дальше сюда за 60 секунд вам выдадут карточку именно такие вот деньги меняем на границе в казахстане вот курс принципе хороший интересно почему то что кыргызская валюта сильнее чем казахская то есть у нас 100000 тенге сказки можно мы получаем 20 тысяч сом вы думаете почему а поменяли 20 тысяч тенге в казахстане вышло 3800 сомов давайте теперь поменяем 20 тысяч тенге в кыргызстане и посмотрим сколько выйдет садик . силы купюры ман минсом прикольные такие да все поняли они знаете почему одна очередь слева 2 справа а а а а а а бензин возить что выгодно да да сколько вы зарабатываете в день 10 они с утра приезжают казахстан заправляют бензин машину едут в бешкек и там вы продают я правильно все понял да прикольно вот такой бизнес на границе достаточно много машин этим пользуются возможно они не я думаю не так они все пустые на границе пассажиры выходят с машины остается только водитель мы будем пешком проходить границу кстати вот опять же по поводу вот этих вот двух полос очень интересно раньше такого не было полоса справа она полоса который продает бензин то есть во всех этих машин и с кыргызстана ребята проезжают утром заправляются полный бак и едут назад в кыргызстан там у них уже принимают бензин они его продают и так среднем зарабатывают 7500 тенге вот уходит на это не весь день полдня выходит с утра до обеда и дальше они в принципе свободны занимаются своими делами вот это уже система работает год сейчас стало выгодно из-за цены цена в кыргызстане на бензин дороже как вы поняли очередь для тех кто возит бензин она больше чем для туристов или других приезжающих в принципе мы доехали до границы за два с половиной часа пойдемте проходите прошли мы казахстанскую границу буквально за минуты две наверно очень быстро людей не было и вот кстати у меня новый паспорт обновил имея пограничен говорит вас что новый паспорт но смотрит мои ролики и вот моя первая печать в новом паспорте тот я поменял по что меня он заполнился все начало новых путешествий с новым паспортом да замат подскажи что проверяют на машинах я просто никогда не приезжал за рулем техпаспорт и паспорт гражданина кастана или там очень очень легко принципе вот теперь сейчас будем проходить кыргызскую границу вот такая вот река разделяет казахстан и кыргызстан вот она границы интересная такая из мешков сделано видно нет на видео интересно подыш мешки это типа мешки есть границы я так понял очень необычно думаешь ну может быть так стать типа дамба да такая вот интересная дамба на границе между нашими странами прикольно вот мы в кыргызстане граница тут заняла вообще на на одну минуту но мы будем больше ждать нашего друга мира можем в принципе кинуть вот 40 минут поехать бишкек то 20 минут ехать до бишкек подождем его 40 минут и поедем дальше а может и не 40 я вам скажу сколько мы ждали а пока пойдемте купим сим-карту местную поменяем деньги наши 20 тысяч тенге и пообщаемся с местными сразу же как мы только вышли с границы здесь продают сим-карты прямо на выходе вот можно купить местную интернет сеть давайте спросим сколько стоит расти здрасьте о славу алейкум я вот уже виделся с ним приезжал в прошлый раз а да а сколько стоит сеть а недели не туда сколько это в тенге 3000 тенге а каспи можно платить 550 сомов да а сколько интернет также на месяц полный безлимитными садо бишкека доехать просто бишкек город центр города 800 сомов да все писем за 800 сомов можно до бишкека доехать 800 сомов это где-то 3500 4 тысячи деда дорого чуток теперь меняем 20 тысяч тенге в кыргызстане посмотрим сколько это будет сомах здесь расти сам олегом короче сейчас поменяем деньги в кыргызстане посмотрим сколько выйдет здесь там 3 840 короче разница вообще минимальная буквально 250 тенге тут такая же сумма аналогичная вышла поэтому можете смело менять как каста не так и в кыргызстане вообще основные причины почему жители казана приезжают бишкек во первых я думаю номер один причина это иссыкуль однозначно туризм высоко ли сезон сейчас кстати начинается летний сезон вторая причина ездят на дурдой я думаю да многие закупаться здесь это кажется один из самых больших рынков центральной азии я не уверен надо факт-чекинг сделать вот но цены здесь точно ниже чем в алматы и третья причина это путешествие как мы сейчас едем бишкек просто походить там погулять посмотреть что-то новое это такое очень бюджетное путешествие которое я думаю может позволить себе каждого матч ниц а для чего бы в кыргызстан приехали вы или приезжайте то вот амир и проехал время 1130 мы проехали в кыргызстан на машине без каких-либо проблем главное главное вот надо снять обязательно при въезде останавливайтесь на вот этом знаке стоп на этом знаке многие казахстанцы не знающие не останавливаются и получают штрафы но не штрафы вы сами поняли договариваться короче вот он знак с правой стороны вот как он станет план ты стать ну по факту мы останавливались много и заправки мы выехали 8 с копейками с учетом остановок у нас четыре часа ушло мы сейчас деньги там до сняли деньги поснимали еще мы еще заселяемся в отель каусара это кстати реклама вообще девушка сказала что у них рейтинг на букинге 8 и 8 достаточно высокий рейтинг да там город цена качества именно решена высокая нет здесь вышло у нас 10 тысяч сенгена человека за ночь по-моему чуть может быть чуть-чуть дороже можно наверное дешевле найти но тут говорят классно это две комнаты получается душ две односпальные кровати и 1 2 спалка и 5 минут до города на машине поэтому и плюс еще наверное надо учиться что это лето да пойдемте посмотрим номер внутри кондиционер сразу смотри две кровати и одна большая кровать о давайте сразу сульфа сделаем кто на большую давай сразу честно знаете с первого раза да кто на большой кровати спит раз-два-три чё это было раз-два-три есть раз-два-три две комнаты номер стоит из двух комнатах есть холодильник самое главное кондиционер сейф на полу чайник все чисто вроде да очень чисто вроде аккуратно и здесь такая мастер-бедрум азамат будет здесь спать тоже большая чистая кровать кондиционер отдельный телевизор вот принципе такая уютная уютный номер вот с ванной давай посмотрим ванну но самое главное по душ до душевая да короче а чисто аккуратно обычно вот даже есть жены щетки все есть все что нужно для жизни решили поехать покушать местную национальную еду мухара называется ресторан необычный район тут посмотрите хаммер лимузин еще один лимузин кодилакс слева хаммер или инфинити джип короче вон там вот году мостик такой и да и вот здесь внизу район каких-то свадебных машин как только мы заехали бишкек мы были на окраине видел одни старые машины вот сейчас ближе к центру до подъехали получается вот уже такие электромобили свадебные тачки уже такой новый автопром круто сыр шикардос выглядит очень вкусно и не только выглядит реально вкусно а его называть меня коридырское национальное блюдо не знаю как называется официант последовал просто посмотрите сколько сыра внутри только только ради этого можно бишкек приехать принесли нам самцы местные тоже обязательно нужно попробовать бишкеки местные самцы а это бухарская самца да вот и попробуй да я попробую молись да мягко и внутри еще есть овощи помидор кирбизка назвали овощи давайте посмотрим самое главное тазанки бабе это насколько мягкое мясо да да посмотрим но я бы не сказал что бром мягко но протыкается легко выглядит жирненько про блин из 10 оценка 99 из 10 реально вот я попробую мясо прям топ да вообще мясо потому что когда некоторые кафе же краса не кушаешь оно такое то есть оно мясо обычное мясо куда вареное а здесь он право со вкусом таким а я ну реально на 9 10 10 а 10 9 м если бы она была мягче но она вкусно очень и картофанчик уже у нас почему-то сыр не называется такое блюдо а здесь казан кебаб это блюдо топ я говорю я ем свое блюдо и мечтаю есть его блюдо но у меня реально топовая я не знаю как они это сделали очень вкусно последний раз я такой ел наверно лет 7 назад вот только ради этого да можно бишка да да сто процентов да по это кыргызская самса пробуем сначала нужно чуть-чуть надкусить кончик а теперь макаем соус вот так вот саша на после казань кебаба мало что может в этом мире понравится поэтому уже нет такого восхищения на можно было сначала пробовать это узбекская самса крест они узбекста да это мухарак да да ты вот так делаем вкусовым заливаем потом вот так вот вот так его делаешь сок лопарит не удаст после казань кебаба вот уже вау нету точно это нормально да ну самсан как самсан да ты за закажи мясо полонки вопросом я закажу завтра к санкебаб закажи к самсу и сначала так вот нам принесли счет ресторане бухара давайте посмотрим котлеты по гиджу вански две штуки заказали мы стоит 640 сом или это три тысячи с копейками тенге да за одну штуку а нет весит до выпечка самса 110 это в 500 50 тенге вот кстати кола дорогая кола стоит 1 180 сумм это получается 900 тенге и казань кебаб самое дорогое 820 это почти что скоро на 4000 копейками да вот общая сумма у нас вышло 3000 с копейками сом это 15 тысяч тенге так сейчас мы идем по улице иркендык бульвар иркендык как вы видите очень много зелени и на самом деле бишкек считается одним из самых зеленых городов центральной азии короче мы поспали мы приехали бишкек и вот буквально час поспали освежились и вот моя рекомендация всегда так делать путешествие обязательно спите в обед и тогда у вас получается дополнительный день путешествие то есть вот вместо одного дня у вас два получается проснулись такие свеженькие как будто новый день начался но еще жару переждали потому что поскольку мы когда заходили было слишком жарко потом когда вышли такая похода была да и этот и это работает даже в турцию вы там видите на отдых там у вас вместо семи будет 14 дней отдыха как такое использование классно очень класс красивые деревья охладненько то сейчас мы подошли к чему ну это называется шара это одно из самых главных знаменитых штук в бишкеке что напиток на риге охлажденный напиток да да вот здесь у нас чалаб здесь максим и квас вас вот а еще стоит чалаб кисломолочный а вот здесь тут добавлено пшеницы и кукурузу да так вас обычно и можно съесть ну ты пьешь ешь и очень наедаешься охлаждаешься одну очень крутой напиток давайте попробуем чалаб и от максим да да по стаканчику ты будешь квас я тоже буду квас кого такой стаканчик один стоит 100 тенге всего лишь но очень недорого до 100 1 где-то 20 мне кажется что деньги в наше время такие копейки в отцом стали а это вот чалаб короче я на самом деле пробовал его вновать и его подают в казахстане в алмате этот вот такие маленькие аперитив чеки вот сейчас впервые буду пробовать в крагастане мне нравится у меня чё максим блин вот это очень вкусно ну то есть тот который в навати в алмате он такой мягкий совсем как будто курт разбавили а этот такой чуть 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 такой крепче как будто мне нравится я просто короче я люблю мукольтин мукольтин за вкусом мукольтин и напиток этим их очень можно мишу даже цвета ну так прикол в том что оралаш не походу мешает она на ты хочешь да он габи вкусный и да хорошие он вообще ничего реально вкусный синичный полезная кондитерская здрасте милос да давайте 27 это у нас полезная кондитерская производим такие конфеты вручную внутри идут финики финиковая карамель и также сироп топинамбара это заменитель сахара он дюйси можете посмотреть какие есть полезные элементы о классно это женский стартап мы два года назад начали давайте конечно всему давайте прикольно мы сами все производим у нас есть старшая сестра не зовут тамила и вот это ее компания получается они без гмо получается и полностью веганские без животных жиров полезно да полезно классно и вкусно да и в общем это сладости без сахара они кого-то это кого-то картошками не режут этих так есть одна тема которую я бы хотел затронуть это про человеческий капитал в кыргызстане последнее время особенно вот ребята стреляют в медиа пространстве к сожалению в этом выпуске мы не успеем показать или пообщаться с ребятами с блогерами потому что это заранее нужно как бы готовиться общаться планировать спонтанно приехали дому попробуем следующий раз это сделать но в целом если говорить про людей про молодежь то они сильно тут мы сделали большой скачок в общем я считаю это круто это нужно показывать следующий раз обязательно покажем молодые девчонки создали свой бренд заморочились п.п. это же реально крутой продукт да да конечно полезный он без а это молодежь будет поменять как раз новый виток давать и вот в кыргызстане нет нефти может быть это и хорошо что тут нефти да япония будет автора в которой мало полинская память мой большой потенциал да люди придумают что новое креативное короче это новая нефть кыргызстана ваши люди это новая нефть реально этим нужно пользоваться я думаю государство правительство должны поддерживать молодых ребят во всяких начинаниях особенно вот таких вот как вы видели и кейсов же на самом деле много да какие ещё вот есть бренды популярные популярный бренды气 по 1 ватт на ватт куликовский куликовский да да много на самом деле брендов с кыргызстана которые качают кыргызстане при этом вот допустим просто я не замечал кыргызстане брендов козынской которые здесь качают вот-вот это классная тема кстати да почему-то кыргызстанский как соски бизнеса он почему-то заходит в казахстан нормально а А казахстанские компании не могут нормально зайти в Кыргызстан? Да, интересный. Это, наверное, все-таки связано с тем, что в Казахстане сильно развит маркетинг. Все делают упор на то, чтобы продать, но сам продукт, наверное, не всегда хороший. А здесь всегда делают упор на сарафанку, на хороший продукт. Да. Вот чем пикол. А как вы думаете? Пишите в комментарии. Друзья, мы в центре Бишкека. И вот основная наша цель, наверное, попутешествовать. Канал называется Travelove. Вот у вас это есть в TikTok и Instagram. Вы, наверное, следите за ним. Еще есть такой момент. У людей же обычно глаз замылен. И со стороны всегда виднее. Интересно было бы тоже, да, у Кыргызов узнать, что они о нас думают. Что бы они нам посоветовали вообще в целом? Это было прикольно. Все-таки братские народы, я думаю, будут советы хорошие. Да? Да. Ты хочешь услышать их советы для Казахстана? Да. Им виднее. Со стороны всегда виднее. Как нам развиваться? Да. Как они видят наше сотрудничество? Да. Сейчас реально президент будет проезжать. Прикинь, дорогу перекрыли. Знаете, подождем уже. Прикольный момент, кстати, да. Контент. Едет какой-то прям очень большой кортеж, скорее всего, это президент. Все, что ли? А прикинь, если это не президент. И это все? Сейчас президент проезжает. Вот прям в тот момент, пока мы тут сидим, вот кортеж начинает ехать. И мы тут задумались, вообще это нормально, что перекрываются дороги в центре города из-за того, что едет президент. Ты как считаешь? Ну, я в целом к этому негативно отношусь. Но я думаю, есть ряд причин, по которым перекрывают дорогу. Конечно, это безопасность. Да. Но при этом мы же все видим, допустим, в Норвегии, где еще, в Финляндии, как президенты просто ходят спокойно на улице, пользуются даже общественным транспортом. Но и уровень культуры тоже другой преступности. Возможно, да. А может быть, это какие-то все равно вот такие вот вещи, типа статусность, нет такого? Этому не надо учиться у нас. Не, ну, допустим, президенту Америки тоже дорогу перекрывают. Да. Но это другой уровень, да? Да, это другой уровень. Я думаю, европейцы почему так? Потому что реально это другой уровень культуры. Кстати, я не знаю. И вообще в целом пофиг на президентов, на всех остальных. Я не знаю насчет европейцев всех, мне кажется, там в Германии, Франции тоже перебывают дорогу. Еще одна достопримечательность – это парк Панфилова. Такой тоже прикольный вайб города, можно здесь прочувствовать. И такой, ну, здесь такое все старенькое и такое новое колесо. Да, новое колесо обозрения. Ты на одном, я на одном. Давай, ты говоришь? Давай. Теперь мне на этом. Давай. Ну, ты должна страшно будешь. Нет. Да. Нет. Все будет хорошо. Иди. Да, посмотри, на какое торчо оно пойдет. Как будто человек в стиральную машину залез. Карусель, карусель, начинает рассказ. Это сказки, песни и веселье. Так вот, выходит герой. Типа, ой, и что, мне не страшно было вообще. И мы видели, как ты там держался, и у тебя взгляд был котенка из Шрека. Вот такой. Нет, нет. Я вначале, короче, закрывал глаза, потому что меня это шутило. Что я, короче, почувствовал этот чалап. Если осед заикнется о том, что я там сидел и боялся, посмотрите, где сидит он. Что это страшно? Покажите на него. Выходите. Это опасно. Пацан сказал, пацан сделал. Хорошая погода, что-нибудь. Держу, я держу. Смотри на него. А, не страшно. Герой. Вообще не было страшно, по идее. Там у пацана кепка слетела. Я видел, ты надевал у него, да? Поймал по Люси. Чудо на 5 колечек. Сейчас в бишкеке сыграем в игру. Нужно попасть шариком, кольцом в одну из бутылок. Тут один раз попадаешь, уже сразу деньги, да, я получаю? Все, давай я тебя кидаю. У меня есть одна теория. Давай, ты должен оббить себя. Давай. Оп. Ой, блин. Блин, пока я проиграю. Осталось три. Как ты кидаешь? А вот так можно кидать? Да, можно. Похочешь кидать? Ты проиграл, капец. Это ты проиграл. Ты сколько кинул? 500 тенге. Нет, 4 раза кинул. Еще раз. Нет, все, мам. Не играйте в азартные игры. Вы все равно проиграете. Антиреклама эта какая? Мы вызвали такси, стоимость такси 150 сон. Такси в бишкеке, как зарабатывать получается? Как вам эти таксисты? В Алма-Ате, наверное, больше зарабатывать получается. Потому что ГСМ... Ну вот сейчас мы едем 5 минут, у нас выходит сколько сом? 140 сом. 140 сомов это где-то... 700 тенге, да? 700 тенге. Ну, в принципе... Это хорошо очень. Это нормально. Хорошо, да? А, ну в Алма-Ате, по-моему, даже дешевле 5 минут поездки. Ну, смотря когда. Здесь же у нас сейчас, видите, вы выехали с центра, час пик. Отсюда сейчас все уезжают домой. Все, понял, понял. В час пик у нас дороже было бы за 5 минут. За счет этого дорого. А так, например, утром эта же поездка вам стала бы, например, в саму 80 раза дешевле. Потому что утром здесь востребованность очень маленькая. Маленькая. А вы были в Алма-Ате сами? Проездом. А вообще, в целом, вот, жизнь лучше становится в Бишкеке с каждым годом? Если смотреть именно для местных жителей? Да и нет. Смотря кому, да? Например, сейчас тем, кто в торговле, очень тяжело. То есть налога облагает, крем-аппаратами. На официалку переводят? Да, им тяжелее. Раньше-то чистую прибыль все вложили в карман. Да, и налог не платили. Да, и налоги не платили. Только обходили с одним ежемесячным патентом. Продукция, соответственно, дорожает. В Кыргызстане же несколько раз были революции. В общем и целом, сейчас, спустя время, можно сказать, что это было к лучшему или было зря? Однозначно. Однозначно все было к лучшему, да? Да, однозначно. Каждая революция приносила с собой какие-то определенные успехи, например, даже для тех же самых мигрантов. А какая средняя зарплата, вот такая средняя, плюс-минус, Бишкеке, у жителей? У жителей? 25-30 тысяч сомов. 30 тысяч сомов, 60 тысяч тенге. Да. Наверное, плюс-минус сколько в Алма-Ате. Это Бишкеке, да? Да, это Бишкеке. У нас многие же в торговле и сельским хозяйством очень много кто занимается. Дордой, самопашив. Но Дордой цены дешевле, да, чем в Алма-Ате? Однозначно, потому что здесь же все же закупаются. Отсюда закупают и везут туда. Дордой привозят в Алма-Ату и продают, да? Ну, по всему Казахстану. Понедельник, оптовый день же. Много гостей из Казахстана приезжают закупаться товаром. Они вот в воскресенье ночью приезжают, ночуют и в понедельник утром закупаются. Классный бизнес. Ну, да. Для Казахстана, для Казахстана. Но туристов часто видите? Очень много. Да, много? Гостей из России очень много. Вот почему приезжают? Что хотят увидеть? Кухня. Во-вторых, Иссык-Куль. Цены допустимые, языкового барьера нет. Мы в гостях у нашего друга Кикеева. Это такой местный нусурет. Пойдемте покушаем вкусное мясо. Как дела? Ассаламу алейкум. Короче, сейчас тенденция такая на рынке, что я заметил. У нас открывается Нават. У нас Куликовский очень развивается в Алма-Ате. И очень у них классно получается. И народ туда прям ходит. Вот почему это происходит? Просто в плане общепита тут конкуренция бешеная. Единственное, Киевсе зашло. Курица то, что можно было. Самую оптимальную еду, которую можно было придумать. Вот Киевсе придумали. Лучше с курицей ничего не сделаешь. А в плане бургеров, в плане шаурмы, донер, мяса. Тут столько конкуренции. То есть конкуренция развивает рынок? Тут же еще небольшой город. Получается, в больших городах, например, если у тебя бренд есть. Пока все весь этот город перепробуют, то еду 3-4-5 лет пройдет. И потом, пока все убедятся, что этот продукт не очень хороший, наоборот. До закрытия 5 лет ты зарабатываешь. А Бишкек-то маленький. Если у тебя продукт не очень хороший, только на одном бренде ты залетаешь, то ты быстро там... Вот, я же говорю. Инсайд, да? Да, если с маркетингом заходят, у нас с плохим продуктом, это не работает здесь. Вот, реально, у нас в Казахстане мощный маркетинг включают. Этот бренд качает, деньги зарабатывают. Это как ведро. Вот бизнес. И маркетинг, это по сути вода заливается. Но само ведро, это продукт. Если оно дрявое, оно будет там... Продукты, да, будут утекать. А это так не работает. А вы делаете хорошее ведро, оно наливается, заполняется. Ну, насколько я знаю, в Казахстане 18 городов есть, где можно будет бизнес делать. Правильно же? Ну, Алматы, Астана, Аладар, Караган. А вот в Кыргызстане пару... Ош, Пешкек. Все, да. Тут, если у тебя действительно продукт не очень хороший, тут на одном маркетинге ты долго не продержишь. Не выгребишь. Тут готовится самое вкусное мясо Кыргызстана, а возможно, в Центральной Азии. А я вам у тебя такую не пробовал. Мы сами тоже через этот работали. Ну, типа градусник, который температуру... Потом со временем уже на глаз смотрят и определяют, что мясо прокопченное и руками просто вот так тыкают и тоже проверяют готовность мяса. Томится, получается, здесь? Да, мы, получается, 6 часов коптим, потом вот так заворачиваем фольгу, еще 6 часов томим. Офигеть. Прикинь, 12 часов. Ковчено-отомленое мясо получается. Тебя давай купим, попробуем. Тут тоже мясо, в общем, короче. Открой мясо. А потом еще 6 часов мясо печется. Помнишь, Паладаре, рассказывал? Да, когда вы там были? На улице еще готовили. У нас маленький смокер был. И мы на улице начали готовить, прям на улице резать, продавать. И вот то, что получилось, да. У меня друг есть. Касачки. Он не любит себя показывать. Он операционист, наверное, да? Операционка, да? Да, мы с ним начинали. Все, 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 понял. Короче, он за операционку, а ты больше за медиа. Но он тоже классно готовит, офигенно. А вам так скажу. У нас ничего нету. Ни бизнес-модель, ни этот... Люди процесса, что ли. Мы делаем то, что получается. То есть мы не планируем, мы бизнес-планы не пишем заранее. Мы просто работаем, и все. Поэтому мы как раз... Ой, какая красота внутри. Вот такая вот грудинка телятиной. Сколько стоит такой кусок большой? Мы удобно для народа сделали. Обычно стейк-хаусы, они стейк-жарят, и людям говорят, определенную цену поставить, там, полтора тысячи сомов. Типа, хочешь, бери, хочешь, нет. А у нас гарниры, соусы, рис, все, топпинг вместе идут. 100 грамм стоит 240 сомов. Если ты хочешь 200 грамм покушать, закажи 200. Хочешь полкилограмма, закажи полкилограмма. Мы людям в обязательном порядке не заставляем... Вы не навязываете размер и граммовку. Средняя порция 700, да, выходит? Нет, средняя порция для человек это... 150-200 грамм, это 440 сомов. Значит, почти 50 сомов. Да. О, горячая. Сочно. Горячая, да? Кстати, когда со смокера сразу уходит, вкус совсем другой. Поэтому первые клиенты, которые наши постоянные... Ой, какая вкуснятина. Всегда стараются настать тот момент, когда мы вытаскиваем... Со смокера, да? Да. Очень вкусно, реально. Блин, я не знаю, что там, козан кебаб или это. В продолжении хотелось бы побольше раскрыть. А ты со скольки лет готовишь? С 15 лет. Выбор был работать в какой-то системе, либо выбрать свободную профессию и жить свободно. Я настолько голодный был, мне надо было просто пахать, некогда было что-то планировать, думать. Знаешь, сейчас популярное, выгорание, такое вообще... Это... А есть сейчас у нас популярно в Казахстане, молодежь особенно, прыгает. Это не мое, это не мое, это не мое. Постоянства нет, 10 тысяч часов не убиваются вообще. Я здесь устал, выгорел. Экспертами нигде не становятся. Это нельзя так делать. Надо постоянство, надо что-то делать и продолжать делать постоянно. Ты просто делай, ты привыкнешь. Вот, и все. Круто. Сейчас в медиа, сейчас сколько в инстаграме, в тиктоке, в ютубе подписчиков? В ютубе почти 300 тысяч. В инстаграме 150, а в тиктоке 560. Будете приезжать в Алма-Ату, заезжайте покушать мясо, обязательно. Я думаю, это прям must visit place. Я думаю, да, да, обязательно. Обязательно место к посещению в Бишкеке для туристов. Я бы вот посоветовал Бухару, Казан Кебаб и вот это место обязательно. Это все получается так. Я не знал, что это тут будет съемка. Они просто с камеры залетели, да, и так получилось. И оказывается, они тоже особо не знали, куда вообще едут. Да, мы не знали абсолютно. Это классно, потому что удивляешься, во, нифига, реально, да? И вот это нет подготовленности. Живые эмоции, да? Да, да. Живые эмоции, вот. Трушный контакт. Я прям хочу это мясо. Я прям вижу его, у меня слинки текут прям. Прям нападайся. Мы уезжаем с отеля, вот поговорили на ресепшене. Вы говорите, что много, да, иностранных туристов приезжают в Кыргызстан? Много, сейчас сезон. Сезон? Ну вот примерно какое количество? 25 номеров практически все заполнены. Иностранцами? Иностранцами. А с каких стран приезжают? Россия, Казахстан, Англия, вот недавно были из Германии, из Кореи. А вот сейчас? Вот прям в отеле. Сейчас есть из Кореи, из Азербайджана, из Индии, из Германии есть. В Германии тоже, да? Да, с Чехии тоже. Вот прям сейчас, представляете, столько иностранных туристов, в принципе, это гостиница не прям большая? Да, как средняя. Но иностранцев много приезжают в Кыргызстан. Как вы думаете, почему? Какие причины приезжать в Кыргызстан? Ну, у меня лично природа. Они в горы едут, да? Еда вкусная. Вкусная еда, да. Натуральная пища. Натуральная пища. Все супер, спасибо. До свидания. До свидания. В нашем отеле мы встретили туристов из Индии. В чем районе Индии вы из? Я из Керла. Почему вы решили, чтобы вы приехали в Кыргызстан? Потому что я путешествовал по всему миру, я видел много страны из Европы. Поэтому я сейчас исследую Центральную Азию. У вас есть друзья из Кыргызстана, которые советуют? Нет, нет. Вы просто исследовали. Рандомно? Рандомно. Вау. Так что вы рентите на этот автомобиль? Да. И вы идете на море самостоятельно? Да. И без двигателя? Вы двигаете самостоятельно? Да. У меня есть личность. Я двигаю за последние 20 лет. Показываю вашу путешествия. Поздравляем тебя. Да, здорово. Спасибо. По пути в горы заехали в местный магазин. Давайте посмотрим цены в супермаркете. Морковка. Все умножаем на 5 просто. 5 на 5 25. 250 тенге за килограмм морковки. Картошка. 7 на 5 35. 350 тенге. Лук. 250 тенге. Рис казахстанский и китайский. Вот казахстанский рис по 750 тенге за килограмм. У нас же сахар капец дорогой был. В одно время. А сейчас тоже, наверное, да, дорогой? Килограмм сахара стоит, короче, где-то 450 тенге. Сейчас цены поднялись, да, на сахар? Да. У вас тоже, да, поднялись? У нас тоже, да. Хлеб дешевый. 100 тенге хлеб стоит. Кирпич. Молочные продукты в Кыргызстане производят очень много. А вот этот кефир в Кыргызстане тоже очень популярный. Тут он стоит 250 тенге. Кыргызское молоко стоит тоже в районе 300 тенге. Но поверьте мне, качество точно хорошее. Молочка здесь классная. Ее в Кыргызстане просто возят активно. 1, 2, 3, 4, 5. И 2. Есть 2? 2? Возможно да. Монетка. Есть 2? Не, 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 не надо. А? Не, 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 вообще-то. Не, просто 2. 2. Ну, общий. Во, во, во. Не, не надо, что? Не, 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 не. Одна, одна. Вот оно гостеперимство. Даже платить не дают, прикиньте. За свои товары, которые мы взяли. Ладно, 3, Казахстан. За этот выпуск в Кыргызстане хотим поблагодарить бренд Back4Us. Они производят вот такие вот чемоданы. Самое крутое, что это наш казахстанский бренд. Чемоданы эти очень качественные. Они производятся на тех же заводах, на которых производятся популярные мировые бренды. Самое главное в путешествиях, это, конечно же, чемодан. Ну и его прочность. Сейчас мы проведем краш-тест. Чтобы вы понимали, машина это весит полторы тонны. Давай проверим его. Что с ним стало? Это была, конечно же, жесть. Два раза на нем проехались. Все, осталось только его помыть. Самое главное, колечки все целые, замок тоже целый. Самое время отправиться в новое путешествие. Все, приехали мы в Аларчу. Горы на самом деле очень красивые. Похожи, конечно, на Алматинские. Это, в принципе, есть, да, Алматинские горы. Да, в Алмате это хвост. Любые горы, они классные. Иностранцев много, я заметил, ходят. Рост в деревне. А сколько лет в город переехал? 15 лет, как только 9 классов закончил, в деревне свалил, в поисках счастья, в поисках чего-то. И потом, как ты вообще пришел к тому, что вот у тебя уже 3 филиала, как ты вообще пришел к первому? Как ты вообще решил, что ты будешь поваром? Выбор был, работать ментом в структуре, либо жить свободно. Я выбрал свободную профессию. Месяц курс отучился. Месяц курс на повара? Да. А потом просто начал работать. После карантина приехал в сентябре, до этого я работал на кого-то. Потом в сентябре 21 года я начал уже свое что-то мутить, готовить на улице. Бывает, когда работаешь на постоянной работе, на кого-то довольствуюсь, все дела. Но оказывается, наступает время, когда уже ты перерастаешь, да, этот момент. И хочется свое что-то делать. Ты понимаешь, что у тебя жизненного опыта достаточно, чтобы что-то начинать. Да. Но я до этого в Павлодаре фастфуд открывали, обанкротились. Тут мы 12 лет открывали фастфуд с другом, обанкротились. Но почему-то после карантина, я когда приехал, я понял, что я к чему-то готов, может. Я не знаю, как получилось, но получилось то, что получилось на самом деле. Такая вот у нас получилась поездочка в Кыргызстан. Лично мы кайфанули, надеюсь, и вы не устали, узнали что-то новое. Но если у вас появилось желание съездить в Бишкек, то значит выпуск получился хорошим. Это был наш первый тревел-блог, в котором нашей целью было не только путешествие, но и знание, которым мы хотели бы поделиться с вами. Мы будем и дальше стараться снимать такие тревел-блоги и учиться у наших соседей самому лучшему. Потому что часто мы смотрим на других свысоках, что может оказаться для нашей страны фатальной ошибкой. Будем рады, если вы поддержите наш проект подпиской, лайком, комментарием и репостом. Согласись, отдых ни тем не хуже, чем в Египте, в Турции, в Дубае. Нереальный кайф. Природа, свежий воздух, горы. Нереально кайфово. Хорошая компания. Наша природа ничем не хуже. Конечно. Путешествия не всегда дорогие. У многих есть эллюзорное представление, что это дорого путешествовать, денег надо много. Но это не так. Сколько это форель стоит? Недорого. Хотя форель не знаю, но в целом вся поездка не больше 50 тысяч тенге, да, походу, уходит? Спасибо. Спасибо.